Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальной технологии. Сегодня я хочу вернуться к обзору сервисов анализа трафика. Мы недавно говорили о новых возможностях Google Analytics, а сегодня я хотел бы показать еще один достаточно эффективный сервис под названием FullStory, то есть полная история. Оказывается, кроме Google Analytics и Яндекс.Метрики есть еще сервисы анализа трафика. Итак, заходим на fullstory.com, подписаться бесплатно и, как пишет сайт, мы в одном шаге от ответа на все вопросы. Самонадеянно пишет, надо сказать. Один вопрос возникает сразу и в FullStory ответ на него не дает. Зачем они сделали так, что зарегистрироваться можно только с рабочим почтовым адресом, как они его называют. То есть, если у вас почта на Google, Яндекс и так далее, зарегистрироваться вам не удастся. Только адрес вида тралала собаковаждамен.ру. Ладно, пришлось специально открыть себе ящик. Далее он предложил почувствовать силу Pro в течение 14 дней. Потом это будет стоить минимум 199 долларов в месяц. Хотя там есть и бесплатный план, но всего на 1000 сессий. Этого мало. Так, настройки Step by Step. На самом деле, для нас достаточно просто взять этот код и вставить его в хэд нашей страницы. Я покажу, как это делать в WordPress. Другие SMS примерно такие же. Идем в панель управления, внешний редактор, редактор. И тут нам нужно найти header php. И уже здесь найти теги head. Вот они. Скрипт нужно вставить, как можно догадаться, между открывающим и закрывающим тегами. Все, идем обратно. Дойдем к инструкции до конца. И он пишет, что первая сессия загрузится soon, то есть скоро. Если это скоро все никак не случается, попробуйте пройти по этой ссылке, может вы что-то напутали с кодом. У меня он подхватил первую сессию примерно через минуту. Так что дайте ему минут 10, потом можете волноваться. Итак, первая сессия. Нет результатов. Ну естественно, поскольку за это время на сайт никто не зашел. Да и вообще туда никто никогда не заходил, потому что я его сделал минут 20 назад. Да и не сайт, это вовсе атака. Сейчас я напишу друзьям, чтобы зашли, а пока посмотрим, что тут есть еще. В настройках есть General основное. Здесь как раз нужно искать скрипт, если вы его не добавили из степ-бай-степ инструкции. Здесь дополнительные настройки. Вот тут есть возможность выбрать приложение, с которым вы хотите интегрировать FullStory. Приложений много, но на самом деле, по-моему, это лишнее. Но это мое мнение. Здесь настройки доступа и тут информация по подписке. Все. Наконец-то отправляемся в закладку FullStory. Ну вот, друзья откликнулись и мы имеем двух очкариков, одного бородача, двух девушек в Джульеттиных годах и двух давнеопределенного возраста. Все брюнеты, за исключением двух лысых. Ну или коротко стриженных. На самом деле пол FullStory определяет, а дальше, я думаю, юзерпики в рандомном порядке выскакивают. Хотя один из заширщик действительно имеет бороду, это я. А один действительно в очках, потому что я знаю, кто это. Девушки не похожи, ни внешне, ни по возрасту. Все зашедшие из Москвы. Тут мы видим, с каких устройств они заходили. Внизу, видите, есть скромная общая статистика. Сколько пользователей, процент мобильных устройств, какие браузеры, откуда пришли. Но не это FullStory. FullStory вот здесь. Вот. Девушка до сих пор находится на сайте. Windows Browser Chrome. Заходим к девушке. Итак, девушка зашла и зависла на картинке. Надолго, надо сказать, зависла. Желтым вот тут отображается период, когда ничего не происходит. Промотаем. Проснулась. Полетела. Достаточно быстро, нигде не останавливается. Вот эта фотка ее заинтересовала. Вернулась. Все. И до самого низа. Тут она опять подвисла. Непонятно почему. Возможно, ее кто-то отвлек. Вернулась назад. Ее заинтересовал вот этот кусок. Вот перед нами FullStory во всей красе. FullStory это просто камера, которая записывает поведение реального человека. Я сейчас покажу еще пару сессий, но это уже не повлияет на отношение к сервису. Крайне уважительное, кстати, по крайней мере, с моей стороны. Для меня реакция реального человека это неоценимая информация. А, а вот тут видите, кстати, показаны ссылки, которые человек выбирает. Так вот, то, что предыдущий пользователь, девушка, промотала весь сайт, а потом вернулась к одной фотографии, это значит фото ее зацепило. Это значит, на нем рядом с ним нужно вставлять что-то ценное. Ссылку, баннер, что угодно. Точнее, то, что нужно. То, что ведет конверсии. И ничего лучшего для анализа выигрышных или провальных мест, так называемых слепых зон на сайте, чем наблюдения за поведением реального человека нет. А FullStory дает такую возможность. Возможность наблюдать за поведением реального человека. Где-то я читал, что FullStory работает лучше, чем Google Analytics. Не знаю. Я бы сказал, что для эффективного анализа трафика лучше использовать и FullStory, и Google Analytics. Analytics делает общий обзор. Глубокий, всесторонний. FullStory решает специфические задачи, но специфические задачи он решает хорошо. Все, любите друг друга более лучше, узнавайте поведение ваших посетителей, подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok